Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. В последнее время в стране были введены запрет на ношение хиджабов для женщин и обязанность сбривать бороду для мужчин. Вслед за этим Министерство юстиции Таджикистана предложило внести дополнение изменения к закону о государственной регистрации актов гражданского состояния с целью запретить имена чуждой национальной культуры и имена, которые принижают честь и достоинство человека. Последние годы среди таджиков возросла тенденция добавлять исламские и арабские окончания к своим именам, такие как Муло, Халифа, Шайх, Амир и Суфи. Также власть стремятся ограничить количество родственных браков, заключаемых между кузинами и кузенами. Некоторые эксперты считают, что меры по запрету имен чуждых в таджикской культуре, а также заключения родственных браков направлены на определенный слой населения, а точнее на род так называемых саидзода. Так называются потомки, происходящие из священного для мусульман рода пророка Мухаммеда. В данном семействе была изначальная традиция создавать семью из числа родственников, и во избежание загрязнения крови эта традиция по сей день строго соблюдается. Поэтому представителей этого рода сильно насторожила позиция властей относительно родственных браков. В стране ведется активная информационная кампания против заключения родственных браков с упором на то, что в подобном браке рождаются нездоровые дети. Тему продолжит Саид Эхсон Цулиев. Саид Мумин, житель района Шахринал, происходит из семьи высшего духовного рода Саидзода. По его словам, все его братья женились на своих двоюродных сестрах, и у них нет нездоровых детей. «Я сам тоже создал семью, женившись на своей двоюродной сестре, и у нас красивые и здоровые дети», – говорит Саид Мумин. «Мы изначально создаем семью из числа родственников, и до сих пор не имели проблемы. Мы с женой тоже родственники, у нас трое детей, и нет каких-либо проблем». Саид Мумин говорит, что в селе есть семья, которая не имеет никаких родственных связей. Однако дети у них рождаются с врожденными физическими или психическими проблемами. Еще в 2013 году Саудат Амир Шоева, на тот момент депутат парламента Таджикистана, предложила принять закон, в соответствии с которым будут запрещены родственные браки. Этот закон еще не принят. По словам экс-депутата, такие связи служат появлению на свет детей-инвалидов. Министерство здравоохранения республики заявило, что в Таджикистане за 2014 год было зарегистрировано 25 тысяч детей с ограниченными возможностями. Из них 35% были рождены в семьях, где отец и мать являются родственниками. Однако научных исследований по данному вопросу в Таджикистане никогда не проводили, а мнение медиков не всегда совпадает. Ильо Солиев, таджикский медик, работающий в больнице города Калуга Российской Федерации, считает, что с точки зрения медицины причиной рождения детей с дефектами не может являться только родственные узы родителей. Причина заболеваний – порока сердца, врожденная инвалидность, костная недостаточность, искривление костей ног и рук, слепота и ряд других заболеваний – не являются родственные браки. Они возникают из-за бедности, чрезмерного употребления табака или алкоголя, психического состояния родителей, неправильного питания. Если общество в целом нездоровое, то все эти факторы могут стать причиной рождения нездорового ребенка. Тем не менее, педагог кафедры медицинской биологии и генетики Таджикского медицинского университета Ойбибиризоева утверждает, что от родственных браков рождаются нездоровые дети. В том числе, одна из причин сахарного диабета также являются родственные браки, считает педагог. Насколько много будет в генотипе родителей одинаковых генов, настолько и больше вероятность заболеваний. И наоборот, если меньше одинаковых генов, вероятность врожденных заболеваний снижается. 14-я статья Семейного кодекса Таджикистана гласит, что не допускается заключение брака между близкими родственниками, такими как отцом или матерью и дочерью или сыном, между детом или бабушкой и внуком или внучкой, полнородными или неполнородными, имеющими общих отца или мать, братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными. Органы ЗАГСа относятся к этому вопросу очень серьезно. Они отказываются регистрировать браки между близкими родственниками. И в случае, если запрещение родственных браков будет узаконено, то семейство Саидзода может исчезнуть из Таджикистана. Потому как единственный метод сохранения рода – это заключение родственных браков, говорит религиозный деятель Мухибуло Исоев. По его словам, данное семейство имеет многовековую историю. Оно происходит из семейства дочери пророка Мухаммеда и по сей день имеет своих представителей почти во всех уголках мира. Они рисовали генеалогическое дерево, которое было утверждено печатью царей тех времен. Во времена Советского Союза представители данного рода в Таджикистане подвергались давлению, и многие сжигали свою родословную рукопись, говорит Мухибуло Исоев. Али и со стороны пророка Биби-Ойша были курейшитами. Мы называем их эшонами в Иране, говорят Саиды, а для арабов они курейши. Пророк Мухаммед, хвала ему, говорил, что я оставлю после себя два ценных вещей. Это священная книга Коран и свое семейство. Куда бы мы ни пошли, Индию, Афганистан, Китай или Токи, везде есть представители этого рода. Хикматулло Сайфулло Зода, эксперт по вопросам религии и политики, считает, что такие решения, как искоренение родственных браков и запрет ненациональных имен, против которых так активно выступают специалисты, могут иметь под собой другие цели. По его словам, власти своими действиями бросают вызов определенной части населения, в частности, потомственным духовным лидерам, так как видят, что их влияние на население намного больше, чем влияние представителей некоторых госструктур. В чем заключается проблема для общества Таджикистана, если человек имеет приставку «Эйшон» или «Саид» в своем имени? Тут нет никакой проблемы, но тут цель заключается в другом – понизить их влияние. Понизить не только на уровне одной структуры, но и на уровне одного чиновника. В таджикском обществе уже давно идет дискуссия о том, как один необразованный духовный деятель имеет больше влияния, чем человек в галстюке. Вот в чем дело. По словам Хикматулу Сайфулу Зода, данный подход к такой знаменитой и уважаемой среде населения, а также среди восточных стран, династий, может привести к плохим последствиям, как радикализм и возникновение движений и государств, как ИГИЛ. Репортаж подготовил Сайдэхсонис Олег Шахринал. На сегодня это все, что мы хотели вам рассказать. Надеюсь, это время не прошло для вас даром. Вы слушали программу, подготовленную при поддержке Британского института по освещению войны и мира. С вами была я, Фарзона Абдулкайсова. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете iwpr.net и kabar.asia, а также в фейсбуке вы можете просмотреть нашу страничку iwpr.tadjikistan. Встретимся на этой же волне в то же время и мы снова поговорим с вами о том, что важно.